Доклад будет называться Application Configuration Network Specifics Problem Solutions Пожалуйста Добрый день Уважаемые коллеги Мне очень приятно Быть среди вас И мне нервно от того, что я первый На этом празднике жизни Вот поэтому Я не знаю, с кем себя сравнивать Я начну, а потом я задам пару вопросов Тема моего доклада Тема моего доклада Приложение настраивает сеть И это абсолютно Эта фраза по частям абсолютно тривиальна Можно расходиться, казалось бы Потому что 100% присутствующих В состоянии настраивать сеть И 50% ночью разбуженные Напишут приложение, которое использует сеть Тогда о чем мы собственно и говорим А весь интерес В связи Действительно Приложение Вот это желтенькое Оно Норовит быть агностиком Стандартное приложение Не хочет ничего знать О том, как устроена сеть Причем, если клиенты Не хотят знать вообще ничего То Серверы еще как-то соображают Некоторые полюбопытнее Например, Apache Они могут поинтересоваться Сколько на системе поставлено Айпишников И как-то по-разному реагируют На них Более Заколыристый софт Типа OpenISCase Может почитать И как-то использовать В своем конфиге Какие сетевые карточки Вот у этого машины Но почти никто Ничего не настраивает И подавляющее большинство Серверных приложений А про клиентов мы и не будем говорить Они безнадежно тупые В этом смысле Подавляющее большинство Серверных приложений Читает на всех адресах Имеет один собственный Любимый порт И абсолютно с ним счастливо И все это так Покуда мы продаем приложение Но Жизнь сложнее схемы Вот у нас есть Такое красненькое приложение Это то, что нам интересно Пока мы работаем с приложением Но жизнь сложнее схема в том Что существует такая штука Как законченная система Которая изображена На картинке справа Законченная система Это коробка В хорошем первом приближении Эту коробку У нее есть некая функциональная роль И любые Она поглощает Линукс в себе И весь Линукс И вся сетевая настройка И даже приложения Которые в ней работают Обычно там их несколько Это только способы Выполнить функциональную роль Эта коробка Вставляется в сетевое окружение Заказчика И должна адаптироваться к нему Причем в идеальном мире Она адаптируется полностью автоматически Даже не имея кнопки сделать хорошо А приложение А более плохо сделанные коробки Имеет кнопку сделать хорошо И на этом вообще говоря В хороших домах Система должна заканчивать иметь кнопки Подумаем Зачем Ну хорошо Мы согласились Система замечательная Надо настраиваться Зачем вообще приложению чесаться Оно могло бы оставить это дело Как полагается На долю операционной системы И имеющихся к ней интерфейсов Это вопрос очевидный Но Некоторые его себе задают Ну во-первых Если вы дадите возможность Настраивать сеть То Стандартными средствами Вы в то же мгновение Дадите возможность Просто взорвать эту систему Полностью ее к чертовой матери Уничтожить Очень сложно дать человеку Возможность от рута Что-нибудь настроить В сетке И не дать ему Устроить там просто Брезню бензопилой И даже если он хороший мальчик Или хорошая девочка И бензопилой не машет То он в любом случае Настроит ее так Что система потом никогда Не поймет Что в ней настроено Потому что что-нибудь Какой-нибудь винтик Он повернет Не так как идет Ваше приложение И ваша какая-нибудь Автоматическая система Настройки Это с точки зрения Безопасности Очевидно Но и с точки зрения User Experience Я думаю Я думаю Присутствующие со мной Категорически Не согласятся Что никому Не нравится Программа IP Если у вас Есть свитер с оленями Если у вас Бывают красные глаза Вы конечно Любите программу IP Но средний системный Администратор заказчика Рекрутирован Из секретарши Которая смогла Не напутаться в телефоне Его повысили Он стал сисадмином И в конце концов И рассуждает В терминах Которые он вычитал С модного журнала По организации Крупных систем Термины В которых он Настраивает систему Абсолютно не похожи На термины В которых вы Настраиваете систему К этому мы еще Перейдем Через два слайда Ну и в конце концов Он деньги заплатил Он заплатил вам Бесконечное количество денег Можно ему сделать Гуй Вот он хотел Такую иконку Как в Венюках Сделайте гуй человеку Хорошо Продолжим Какие свойства Это уже начинаю Какие свойства Должны Должна обладать Система настройки сетки Во-первых Это память Она должна На минуточку Запоминать Что вы тут настроили Признаемся честно Линукс Ничего не помнит А ци основатели Которые построили Систему с простым Компактным ядром И так дальше Полностью вынесли Идею запоминания За рамки ядра Только наружный Инструментарий В состоянии Запомнить Не помнит ничего Самый стандартный Способ Хоть что-нибудь Запомнить Это воспользоваться Классическими Стартапными Скриптами Систем 5 Они довольно Много могут На самом деле То есть Там есть такие Ключики Которые вы можете Подергать У вас например Сложится там Link Aggregation Но И где-то на этом Закончится Замечательное Ваше счастье То есть Слишком сложную Конфигурацию На скриптах Не собрать Ну и там Еще набор вещей Которых я расскажу Позднее Хотя они конечно Персистентны Файервол Который загружается Пакетом Это типичный Пример Сетевого модуля То есть Модуля ядра В который Вы можете Загрузить Загрузить его Характеристики В виде В виде пачки Не поодиночке Нажимать ядро На кнопочки А прямо сказать На пожалуйста Кушай Он скушается Целиком А например Липси Которую вам придется Настроить Потому что В ней сидит Резоллинг Оно в пику ядра Вообще В принципе Не имеет Динамической настройки И честно читает Файлы из диска Тем самым Если вы верите Что диски Накроются медным тазом Натурально Завтра же То у вас Что-то персистентное А что-то нет Это хороший вопрос Да? Почему Никто не задал Мне его? Как приятно Почувствовать себя В сырье своих Настоящих Олдскул Пипл Которые не поставили Себе систем Д Я поставил Себе систем Д Но не сумел Жить с ним Хорошо и счастливо Поэтому я не могу Сейчас вдаваться В детали Это было бы Непрофессионально Но я вижу Что он Богаче Способность Его память Если не глубже То шире Чем у систем Пятых скриптов И он в состоянии Запомнить вам больше Например Он в состоянии Создать вам Виртуальные устройства Разного рода И очень много Нанести в систему Роутинга И в принципе Для каких-то Применений В общем Вот она вот Серебряная пуля Вы используете Вы что-то Скармливаете Систем Д Точка Нетворк Д Тире И Ваша система Настраивается Но тоже не все Следующий вариант Пользователь подходит К вашей системе А даже если не пользователь А Программист приложения С терминами Которые значат Нечто совсем другое Хотя называются Одинаково Вот что знает пользователь Айпишничек У каждого айпишничка Гейтвейчик Скорость у порта есть И на этом Где-то на МТУ Максимум на Вилане Пользователь заканчивается Особенно продвинутый пользователь Знает, что существует бондинг И хочет включить Динамический роутинг Кнопкой Сделать хорошо Динамическому роутингу Еще он может Роут написать Ну два Все остальное Должно сделаться само Ну он же все сказал Да И естественно До этого начала По идее Должна быть Кнопка автоматически Ну не важно Как но автоматически А вот что знает система Там есть замечательные места Вот здесь можно Сесть и провести конференцию В этом месте Одну полную В два потока Вот это прекрасный пункт Это для хардверщиков Великолепно Можно покормиться Хорошо А здесь примерно Уходит бесконечность Этот список То есть понятно Что вам нужно Транслировать Одни сущности В другие сущности Окей? Окей Тут надо заметить Одну Забавную вещь Что Мало того Что Установка IP-адреса Топил себе Волтокенную простыню Полю себе Из роутинга У меня все Точно рассчитанное И так Посередине Мейн таблицы Такой клякс На тебе И вы срочно Спасибо тетя Как мне понравился Ваша Китайская ваза И срочно Вытираете За линуксом Устранить это поведение В нем нельзя Это глубоко Глубоко В ядре Этот роут Вам напишет Самая корневая часть Можно застрелить Линукс Он с последних сил Поставит роут Поэтому Вот так В сокращенном виде Выглядит установка IP-шничка Для пользователя Прочитай состояние Сгенерируй таблицу Посмотри Перемести Посчитай Выдели номера И в конце Мне очень нравится А еще Выпусти запрос Из устройства С семизначным номером Чтобы убедиться Что IP-шник есть Ну хорошо Если у нас существует Очень умное приложение Вы можете не зачитывать Но Вот этот роут Надо вытереть Он здесь Это большое колдунство Оно приведено Оно так На грани того Чтобы мы должны Сейчас закрыть дверь И начать подписывать НДА Нам эта штука нужна В нашей системе Она точно есть Ну а для IP-вш Все вообще по-другому И заметим Что Здесь мы Не разбираем Ни одного сложного случая Это простой Есть еще волшебный случай Там с двумя интерфейсами В одной сети Там Страна чудес Вы Запомните этот слайд Я буду упоминать Потрясающую простыню Еще одно свойство Которое должна Обладать Система настройки сети Если вы делаете Законченную систему Это хорошее Научное слово Суперпозиция Я работаю в AMC Если ты молоток Любая проблема Выглядит как гвоздь Я рефлекторно уверен Что Одним приложением Не обойдешься Что еще 15 приложений В случайные моменты времени Будут теребить Эту ласковую Теля Которая сосет Хорошо Очень много ласковых теля Которые сосут одну матку И Будет Требовать от Linux Неясного В случайные моменты времени Но в нашем случае Это вызывается тем Что Некоторые куски Серверных ресурсов Они гуляют по кластеру А некоторые гуляют По мета кластеру По кластеру кластеров Их активируют Они просыпаются И говорят Вот мне нужно 5 айпишников 6 роутов И я еще вот тут подумал Тем самым Вы не можете гарантировать Что У вас есть Одна точка Где вы однажды Накатили конфигурацию У гамунушки Нет 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 Все не так интересно Все так Все много более интересно Но от них не так просто Значит Множество виртуальных серверов Или обычных серверов Накручивает вам Сетевую конфигурацию Более того Они пытаются Делить между собой Эти разные сущности Виртуальные устройства Вот например Самый простой И абсолютно Разглашаемый Кусок конфигурации Он реально самый простой Который есть в нашей системе У нас есть такая Специальная система Я все время рассказываю о ней Назвать не могу Видите Здесь устройство Которое Виртуальное Которое какой-то Вилан номер N Содержит У него есть два Ипишника Этот поставил Сервер А Он скорее Его запросил Мы потом уточним Почему он его запросил А не поставил Эти два Поставил виртуальный Сервер Б 12 экземпляр А этот Закатил сервер С Вот теперь Посмотрим Что будет Когда Сначала сервер А Попросил Айпишничек С виланом В таком виде Пользователь Или прикладной программист Хочет Чтобы ему дали что-то Замечательно Какая-то часть системы Создала Вот это вот устройство Пришел второй сервер В данном случае Б12 Попросил айпишничек Второго такого Не создать И более того Довольно бессмысленно Трафик не будет знать Куды бечь Заплачет и остановится Значит они должны Делить это устройство То есть второй Уже его не создает А когда они начинают Отходить в мир иной А и Б12 В каком-то Непостижимом порядке Надо подтереть Следы их Буйной деятельности И убрать Это устройство Когда-то Значит у вас Должна быть точка Которая в состоянии Контролировать этот шаринг Уже проступают Контуры того Что мы хотим получить Вернее что вам Неизбежно захочется Получить Если ваша система Будет расти в объеме Поскольку Представим себе Что Б12 И сервер С Попросили Айпишник одновременно Ну достаточно Одновременно Чтобы эти Чтобы с точностью До времени Исполнения Эти запросы Перекрылись Мы помним Огромную простыню Несколько слайдов назад В этой простыне Регулярно существуют Процедуры Накрути и посмотри Что вышло Выбери что-нибудь Свеженькое И примени Потом Если вы будете Поступать прямо в лоб То у вас что-нибудь Где-нибудь накернется Потому что У вас не будет Изоляции транзакций Значит вам нужно Как-то сделать Либо выполнять их подряд Либо маркировать Как-то Но это дело Начинает пахнуть Полнометражной базой данных Проще всего Расставить их в линеечку Но и это уже задача Ну и потом Представьте себе Картину Когда они Эти граждане Все у них Пошло хорошо По ту пору Пока Сервер С Например Не начал ставить IP-адрес И что-то Пошло не так Вот из этой простыни Половина выполнилась А половины нет Я работаю в AMC Я вижу все как гвоздь Значит я представляю себе Что система Которую я хочу создать Должна Обеспечивать Свою доступность 99,999% За все время Своей работы От момента Заказчик включил ее в розетку До момента Заказчик вынул ее из розетки С целью Увоза на свалку Соответственно Эта мысль будет Неоднократно проходить Соответственно Если подобная ошибка С накоплением Странных конфигураций Будет происходить Раз В месяц То где-то через год Система В странном месте ляжет Потому что Она не перезагружается У нее нет этого Спасительного ребута И никто не выключает На ночь Поэтому любая Ошибка Которая произойдет В этой простыне Накатывания Какой-то установки Должна быть Аккуратно откачена Если вы по дороге Создали какие-то сущности Надо пойти И подтереть сущности Это очень тоскливо Но придется Хорошо Через какие API Мы можем Настраивать Сетку Мы как-то уже привыкли Мы приложение Мы хотим Настраивать сетку Через что? Замечательно Видите как их много? Это C-line интерфейс Это бинарный интерфейс Это почти то же самое Но по-разному Можно выбирать Это два разных фаервола Вот если вот В одну сторону пойдет То бинарный А в другую пойдет Песнь заводит Потому что У нее бинарного интерфейса нет Если никто Об этом ужасном факте Не знает То В IPTables Конечно есть Какой-то бинарный интерфейс С помощью которого Она в ядро Засасывает свои установки Но он не сертифицирован Сертифицированный способ Накрутить в стандартном IPTables Это использовать его Командную строку И ничего другого Сертифицированного нет Завтра выпустят патч Бинарный интерфейс Будет абсолютно другой Об этом честно предупреждают Можно минимально Как-то отбиться Выбрать NFTables Там хотя бы Есть бинарный интерфейс Что же Мы видим Мы видим Зоосад В его тучные годы Все что угодно есть Нормального интерфейса нет Потому что Вот они не зря Выделены группами Вы не можете Использовать только Один кусочек IPRoute 2 Вам в зависимости От версии Вашей операционной системы Надо покрутить здесь Поковырять тут Что-то ввести здесь Потеребить Непременно что-то сделать Во всех этих местах Хотя бы в двух этих пачках А еще кроме этого Тут А еще вот здесь И тут И вот тут тоже Пожалуйста покрутить Я не знаю достоверно Есть ли у программистов Приложений профсоюз Я не знаю Собираются ли ночью Над конспиративным самоваром Обсуждая лозунги на стачку Но я уверен Что да Они собираются Есть лозунг Который проходит У них Товарищ Семен Конспиративный Миню Говорит Вот мы этот лозунг Да берем Точно Он голосуется без вопросов Товарищи Прикладные программисты Требуйте одного API Даже если Ваша система Абсолютно монолитна Как кирпич Внутри этого кирпича Будут сидеть Трудиться Прикладные программисты Которые будут Хотя бы Внутренний API Иметь унифицированным Причем по возможности Близким к тому В котором работает пользователь Довольно странно Перекладывать на несчастных Прикладных программистов Заботу О том Чтобы Все эти вызовы Этого Зоосада Выполнялись В нужной последовательности Окей Логично Вопрос скорости То есть Этого мало Вам нужно Чтобы это работало быстро Пусть у вас Один IP-адрес Ставится полсекунды Но я Плюю в душу Пакет IPRO2 Он работает Несколько быстрее Но полсекунды Это не вопрос Это время Моргания экрана В терминалке Теперь вы хотите Поставить Совершенно стандартный Для системы В которой делаем Мы Набор В 2000 IP-шников Можно идти пить кофе Вы поработали Напряженный труд Ваш укупился Тесты долго идут Замечательно Потому что ничего не делать Она работает Шатун шатает И мотыль мотает Любой менеджер проекта Считает Что это полный Атас Так нельзя Нехорошо Как-то И вы пытаетесь Ползти Конечно же Стремиться ползти К бинарным интерфейсам Потому что Например Если кто-то Не видел Этого страшного Эффекта Даже очень Маленькие Программки На хорошо Нагруженной Системе Ухитряются Тупить Причем То есть Это вещь Которую я Видел Непосредственными Глазами И у меня Ее показывали В виде Воспроизводящегося Демо Если вы Загадили Вашу дисковую Очередь Вашего Очень быстрого Диска Какой-нибудь Длинной Операции А потом Закатили Прочитать Башевский Скриптик То пока Не кончится Длинная Операция Скриптика Вам Прочесть Не дадут Ну Рели Не дадут А он там Минуту Будет висеть За это время Вас Застрелит Любая Система Надежности Ну потому Что вы Захотели Выпустить Скрипт Выполняется Полсекунды Он Минуту Не работает Все Там Пулеметная Очередь В спину Скажите Спасибо Что Вас Не перезагрузили После Чего Ваша Длинная Операция Вот как хорошо Сказал коллега И система Надежности Тоже не запустится Поэтому Вам конечно Хочется Из этого всего Быть все-таки Бинарным И сидеть В памяти Поднятым И даже Скорее Важно Быть поднятым Чем быть Даже Бинарным Прекрасно Что же Мы накопили Персистентность Преобразование Сущности Или перевод Терминов Можно По-разному Это назвать Суперпозиция Это очень важная вещь Унификация API Это неизбежная вещь И скорость Без которой Что бы вы не сделали Прекрасное Вас Программ-менеджер Вашего проекта Отведет в сторону И там закопает Мы вызвали Демона Товарищи Вот без пентаграммы Легкими движениями рук Там проступил Демон То есть Систем Д Он хотел появиться Но если у вас нет Систем Д Вы все равно Создали Демона Например Отличная Работающая вещь Есть известный Старый анекдот О том что На военном заводе Который якобы Упускает коляски Работает товарищ Его просит Друг вынести По частям коляску Он выносит И тот жалуется ему Что он не собирает Коляску Все пулемет Получается Так вот У нас всегда Получается вот это Ну может быть У нас некая специфика Есть Я потом На эту тему Скажу пару слов Вот те самые Виртуальные серверы Они условно названы Их конечно Много Вот типовые серверы Отдельные процессы Все они вместе Я буду говорить О конкретном экземпляре Демона Который я знаю Через TCP Транспорт Некоторые команды Которые Как говорят наши Иностранные друзья Application Domain Специфик То есть примерно Такие как Хочет пользователь Или как хочет Прикладной программист Посылаю Демону Монон Демон То что транспорт TCP Это признаться Опционально Мы сделали так Видим опять же Потому что все Похоже на гость Мы работаем сеткой TCP Вот HHSP Которая может Не запуститься Которая поддерживает Его в живых Он просыпается Первым Несет маме кофе В постель Он должен проснуться Первым Вот его Персистентная база Где на самом деле Все персистентно А внутри Это очень тонкий момент У него живут Сценарии То есть если у вас В таком демоне Нет сценариев Значит вы Мало писали демона Значит вы Мало знаете О добрых феях Почему у нас топором Вы до этого Дойдете Это будет либо Мерзко захардкоженный Сценарий Либо чуть менее Мерзко захардкоженный Сценарий Где-то здесь Пробегает Маленький Но Заметный Зверь Патентной заявки Я не могу Рассказывать Что я думаю о сценариях Но какие-нибудь Они у вас будут И набор интерфейсов Которые Он смотрит в Linux Три интерфейса В ядро То есть они В общем заменяют Команду IP Какой-нибудь BRKTL Или что заменяет Сейчас BRKTL Вот этот вызов Эти айоктлы Это на самом деле Ethernet tool Потому что вы же хотите Поменять Скорость Мту кажется Ставится без Айоктла А вот скорость С айоктл Или Например Способность Интернет договариваться Вы накручиваете Firewall Вам нужно подкрутить Lipsy Причем в четырех местах Если кто-нибудь не знает Потрясающая библиотека Имеет четыре конфигурационных файла Что бы мало не показалось Чистый интерес Социологического вопроса Кто знает файл Gai.conf Видите как мало Вы знаете о добрых феях А он есть и довольно важен И он относится К тому самому резолвингу С которым казалось бы Мы родились вместе И он командует Другими демонами Потому что Всегда нужно чем-то Покомандовать С персистентом Сториджем В нашем случае Он персистент Потому что мы Система хранения данных Наверное Мы что-нибудь знаем О персистентом Сториджем Вот коллега Предполагает рассказать На следующем докладе О персистентном хранении В этом демоне В нашем случае Мы в общем Основываемся на том Что Мы как-то умеем Все персистентно хранить То есть Это не его специальный механизм И есть тонкость здесь Заключающаяся в том Что если ваши Модули конфигурации Ваши виртуальные серверы Вот эти Сильно мигрируют По вашему кластеру То скорее всего Они носят Свою конфигурацию С собой А если Они носят Ее с собой И регулярно Применяют То вам не очень Хочется делать Ее персистентной Потому что Она не переведи Господи Залипнет После того Как модуль оттуда уедет И никакая перезагрузка Не спасет Поэтому в принципе В этом интерфейсе У вас будет флажок Рассказывающий о том Что хочу я запомнить это Или это останется Между нами Прекрасно Я хочу проверить Не осталось ли там Выдающихся фактов Которые я хотел Поведать мир Да Поскольку они приложения И у них нет власти Над полной системой Они очень против Чтобы кто-нибудь пришел И плюнул Плюнул туда И запатчил Запатчил их За них Потому что они слабенькие И не могут А люди Которые владеют системой Да Патчат ядро Потому что Либо Нель И Нитлинк Каждый по-своему Странный Они не идеальны К сожалению И вам придется Либо писать Самому обработчик Который фильтрует Это все Либо почить ядро Либо полагаться На Либо Нель Он огромного размера И со своими странностями В памяти Вот примерно Что у нас Умеет Демон Получилось Ну ТСПшный транспорт Не обязательно Персистентный сторич Он частично подавляется А вот с какой скоростью Он работает Да Он естественно Поддерживает транзакции Само собой В состоянии сделать откаты Если вы Через бинарный интерфейс Нитлинка Поднимаете Айпишник И не делаете больше ничего То на Доступном Мне железе Слишком точные Характеристики Приводить не могу Про железо Рассказывать не могу Поэтому это Некие общие цифры Но не похожи на правду Он укладывается Где-то за 50 микросекунд Но поскольку Это очень маленькое время То никогда до конца Не понять 50 или Все-таки помедленнее Или может быть Иногда побыстрее Со всей этой безумной Простыней И рассылкой Дополнительных пакетов И так далее И так далее И где-то еще Вынуждены спать Потому что Есть какая-то точка Совсем мелкая деталь В которой надо подождать Какие-то микросекунды Дем он укладывается С первого айпишника За 20 миллисекунд Это на самом деле быстро Текущая модель Тысяча первый айпишник Ставит за 200 Кто не любит Либо НЛ Правильно Не любите его Вместе с нами Это проблема Невозможности Получить от линукса Ровно то Что вы его спросили Он вернет вам Много лишнего И вам придется Отсеивать его Но у нас есть надежда Что мы хитро Соптимизируемся И вот эти 200 миллисекунд Мы ужмем А из 20 Наверное Все-таки Выйти не очень удастся Конечно Надо сказать Что Если у вас Другая задача Не в точности Соответствующая нашей То Вам какие-то свойства Этого демона Использовать Не обязательно Если вы Совсем монолитное Приложение Вы наверное Можете выбросить Демон как явление И так далее И так далее Но я думаю Что избежать Унификации интерфейсов И Как минимум Унификации интерфейсов А возможно И Какого-то Именно бинарных интерфейсов Изведения пара тройки Сейлаев При любой осмысленной работе Довольно крупного размера Вам не удастся Я надеюсь Что На этом в общем все Я надеюсь Что это было интересно И позволило кому-то Посмотреть На Эту проблему С нашей стороны А это все дает Стереоскопическое зрение Что полезно Спрашите Пожалуйста У нас есть примерно На 7 минутного вопроса Да Поднимайте руку А как вы поддержите порядок В правилах IP-таблс Это первый вопрос Второй вопрос Ну я так понял Вы используете Но в таблс Но все равно порядок Важен Нет Порядок в правилах IP-таблс Да То есть у вас Есть порядок Это первое А второе Как вы получаете ТСП-АП IP-шник От внешнего демона Если у вас еще Настроен Сервер Тоже не еще Понятно Мы Это то что Я не упоминал Нам Оказалось Что нам не нужно Дизайн был сделан С некоторым запасом Оказалось Что нам не нужно Нелокальный Нам не нужно Общение с нелокальным демоном Они друг с другом Не говорят Это одно из интересных Развитий этого сюжета Вы можете Организовать Такой кластер Знающий Про свою сетевую настройку Но выяснилось Что блуждающие По кластеру Куски Сервисов Своей настройкой Они решают Задачу до нас И демон локальный Раз он локальный То на локал хосту Прекрасно отвечает Этот минимальный конфликт Там всегда есть Он доводится Все-таки за нас Про IP-таблс Честно признаюсь У нас Это не самый Нужный нам был кусок И поэтому Поддержка IP-таблс У нас довольно То, что нам оказалось Интересным Это поле себе И сраутинг И его Нумерование Правил Вот там у нас Существуют механизмы Которые Держат в памяти Таблицу Кто за кем идет Потому что В некоторых случаях Без опоры На эту нумерацию Ты не можешь Предсказуемо работать А в IP-таблс Мы вводим Очень немного В текущей системе Наверное Я ничего не разглашу Сказав, что Большая половина Загружается Все-таки пакетом А правим мы Только пару мест Понятно То есть Вы, грубо говоря Просто наказываете Там IP-таблс Рестор И добавляете Нет Там мы накатываем Не дамп рестор Там настолько Мало меняется Что накатывается Базовый пакет Как это Сконфигурировано По правилам Несколько Конфигурационных файлов Хорошо А потом В двух-трех точках Которые нужны Тем он ходит И крутит Фулл скейл Задачу борьбы С фаерволом Мы бы не решали Потому что Все-таки Вот основная Работа в этом В общем-то Уже не прототипе Это Сторож-система А она Не очень большой роутер Она То есть Например В ней нет форвардинга И слава богу Потому что Это была бы Забавная дра Безопасности Но может случиться Что Пожалуйста Еще один вопрос Кроме того самого Магического слова Заканчивающегося На дек Которого все знают Уже В то же самое время Примерно в том же месте Был еще Такой сервис Который называется Фаервол К сожалению Он всегда В тени И никаких Фаервол В последнее время Не всплывает Вы когда-нибудь Смотрели на этот сервис Он Я понимаю Решает Задачу Какая-то Гномического Фаервола Настройка Роутинга Через суперпозицию Через роли Через хранение Конфигур В HTML Данных Для сервера И прочее Нет Мы безусловно Не смотрели В частности Потому что Мы как есть Промышленная система Мы всегда Несколько Old school Это такое Вежливое название Для старых П У нас У нас Базовая система Которая сертифицирована В нашем случае Новелом Она Довольно старая Поэтому Все подобные пакеты Мы будем затаскивать туда Путем Ретрофитинга Это налагает Некие простые Понятные Организационные моменты То есть вместо того Чтобы построить свое Которое уже построено Все равно Мы должны Затащить особо новый пакет Заретрофитить туда Чтобы он переживал Какие-то малые поправки Сертифицировать его Куда ли бедно Внутри себя И потом использовать Поэтому мы не так быстры В этом смысле Но наверное Мы не одни Спасибо, что вы напомнили Сказали мне Такие замечательные вещи Я ее сам не проверял Гвоздико-птичку Пожалуйста Если вы так не любите Либенель Почему вы не используете Просто напрямую Линкинг сокеты Наш опыт показывает Что это весьма удобно Нет Мы используем Как раз напрямую сокеты Я может быть Невнятно сказал Мы как раз Используем напрямую Написали свою маленькую библиотеку И стараемся Вычитывать тот минимум Который хотим вычитывать Если кто не знает Про Либенель А тут довольно много народу На эти грабли не наступало В чем В трех словах Очевидная Незадача Которая там порождена Там Либенель Организует Фильтрацию На стороне клиента Линукс Отдает огромное Количество информации О том Как он устроен внутри А Либенель Он как бы защищает Вас от этого Вы можете спросить Роутик Который вы хотели На деле произойдет следующее Сначала выгрузится Все из Линукса Или Либенель Будет думать Что никто другой Не выгружал Это еще страшней И он помнит Адекватное состояние дел Но это можно сразу Стреляться Я знаю что я выиграл В прошлый раз Ничего не изменилось Потом сделает Какую-то дельту Потом он вам вернет Поэтому Если вы делаете Реально роутер Крупного размера Это уже рассказываю Не я А тетенька Из фирмы Кумулес То у вас Распухает Как раковый опухоль Либенель А если у вас Там несколько агентов Которые общаются Он еще не обязательно Консистентен Поэтому проще Выкачивать самому Но вы не можете Слишком хорошо Отфильтровать Информацию Которую вы получаете Из ядра Вам говорят Обычно Автор этого В целом великолепного Изделия То есть Из линковского интерфейса И прилагающего Либенель А вы пользуетесь Нотификациями А нотификация у них С ошибками Вот примерно так Коллеги Я думаю Что время вопросов Подошло к концу Если они остались То можно их задать В перерыве Давайте еще раз Поблагодарим Василия За такой отличный доклад Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому